В общем, это большое счастье, конечно, вернуться в стены Казанского университета, биологического факультета, кафедры зоологии беспозвоночных, которые находятся через стенку, прийти в аудиторию, которая называлась тогда 209-я аудитория, встать с указкой, как Владимир Владимирович Влагин, выбирал какую-нибудь девушку и так долго смотрел на нее. И вся аудитория ждала. А что же он скажет потом? Это могло продолжаться минуту, больше. Потом он начинал говорить про зоологию беспозвоночных, Догеля, будучи его учеником. Это очень запомнилось. Ну, в общем, много чего запомнилось, конечно. Но у нас сегодня день не воспоминаний. Я буду говорить про работу, которой я занимаюсь сразу после окончания вот этой самой... Ну, там сложнее, конечно. Я заканчивал не совсем кафедру, я защищал диплом на кафедре генетики у Бориса Ивановича Барабанщикова. И после окончания университета я был такой странный. У меня был диплом биолога с желанием делать какую-то молекулярную биологию. Ну, вот я ее, собственно, потом я ее и делаю. А потом мне посчастливилось попасть в Институт Белка в город Пущино, в лабораторию Александра Сергеевича Спирина. И он всю свою жизнь занимался исследованием структуры и функции рибосомы. И я, вслед за ним, всю свою жизнь занимаюсь исследованием структуры и функции рибосомы. Через две недели будет юбилей Института Белка в Пущино, куда я и поеду, и встречусь со своим учителем. И буду рассказывать приблизительно то, что буду говорить вам. Ну, вам я буду говорить немножко, как бы, общее положение и общие вещи, которыми мы... Не понял? Меня не слышно? Слышно, 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 слышно. Да. Вот. А завтра вам Искандер Хусаинов расскажет нашу последнюю работу, которую мы сделали совместно нашей лабораторией в Страсбурге и лабораторией, основанной три года назад, лабораторией структурной биологии Казанского университета. Это лаборатория на поверх кафедры биохимии и биофака и института физики, в общем, факультета физики, физфак. Правильно? Как правильно? Факультет? Физит физики. Как? Институт физики. Да. Ну, давайте вернемся к нашим вещам. Я каждый год читаю лекции в разных... Так уж получается, получается, даже в разных странах читаю лекции, которые идут по курсу мастер-дегри. То есть это последний год перед выпуском из университетов. Ну, я последний раз читал во Франции, в Тулузе. А не, последнюю в Страсбурге, а предпоследнюю в Тулузе. И так далее, в общем, в разных местах. Так что вы таким образом просто попадаете в круг того курса лекций, который люди слушают в Европе. Ну, вот, говорить я буду в общих вещах, о структуре рибосомы и ее функции. И здесь вот вы видите две структуры рибосомы, которые мы решили в течение последних 15 лет. Около 2000 года мы решили структуру бактериальной рибосомы. И через 10 лет после этого мы решили структуру дрожжевой рибосомы, как первый пример высокоразвитой клетки. Ну, или клетки высокоразвитых организмов. Начнем с простого. Значит, методы, которыми пользуемся мы на сегодняшний день, это методы структурной биологии. Они включают в себя три принципиальных подхода. Ядерно-магнитный резонанс, электронная микроскопия и рентгеноструктурный анализ. Всю основную часть жизни, которую мы занимаемся, мы работаем в этой области, мы работали в рентгеноструктурном анализе. Но первая информация о рибосомах пришла из электронной микроскопии. Как вы видите, вот здесь вы видите две нити ДНК в клетке, и на одной из этих нитей ДНК происходит синтез матричной РНК, и тут же на этой матричной РНК появляются гранулы, и это те самые рибосомы, которые синтезируют белок. Если увеличить такое изображение, то вы видите матричную РНК, и рибосомы, оказывается, это не просто округлые такие единицы, а вы видите, что рибосома состоит из двух неравных субчастиц, малая и большая, и каждая рибосома синтезирует белок, и вы видите здесь пептидные цепи. Это уникальные фотографии, которые были получены много лет назад, которые легли в основу исследования с помощью микроскопии и позже рентгеноструктурного анализа для решения структуры рибосомы. Возникает вопрос, зачем мы все это делаем, зачем мы исследуем структуру рибосомы, и что мы пытаемся изучать таким образом. Давно еще Фрэнсис Крикс сформулировал догму молекулярной биологии как три принципиальные полимеризующие реакции, существующие в живой клетке. Первая – обеспечивает воспроизведение молекулы ДНК. Вторая – реакция полимеризации – это синтез матричной РНК, как копию генов с ДНК. И третья – реакция полимеризации – это переворачивание информации из транспортной РНК в структуру молекулы белка. Вот за этот процесс, который называется трансляцией, переворачиванием кода, на самом деле, если по-русски выражаться, потому что матричная РНК записана в виде четырехбуквенного кода нуклеиновых кислот, а мы трансформируем, рибосомы, точнее, ответственно за этот процесс, трансформируют эту информацию в структуру белка, которая состоит из 20 аминокислот. То есть вроде один алфавит был, и мы его перевернули в совершенно другой алфавит. И вот это принципиальнейший момент в работе любой клетки, то есть декодирование той информации, которая хранится в виде молекулы ДНК, первую громадную глобальную проблему решили Уотсон и Крик. Они показали, каким образом из ДНК получаются две абсолютно идентичные молекулы, и каким образом, следуясь при делении клетки, получаются две идентичные клетки, и как вообще сохраняется эта информация при жизни клетки. И вторая глобальная проблема – это переворачивание вот этой информации в ту структуру наших тел, из чего мы состоим. Ведь мы полностью из белка состоим. Все наши мышцы, все органы, все-все-все состоит из белка. И вот как это все переворачивается, ну, там, с тонкостями регуляции и прочее, я тонкости касаться не буду. Но вот сам механизм декодирования – это вопрос принципиальнейший для нас. Это почему мы исследуем структуру Рибосон. – Камень. – Так, теперь. Почему мы занимаемся структурной биологией? И что такое структурная биология, в отличие от того, чем занимаются биохимики, например? Вот биохимики, они создали практически полное описание того, как работает Рибосома, как происходит переворачивание информации из матричной РНК в структуру белка. Но все это двумерное изображение. Это то, что мы себе воображаем в голове и можем зарисовать в виде мультипликации. А то, чем занимаемся мы, мы переворачиваем эту информацию в трехмерное пространство и в атомарном виде записываем все. Иными словами, мы можем описать процессы, которые в голове у людей родились, в виде процессов, в виде химических реакций. Давайте постепенно подойдем к этому. Что известно по работам биохимическим? Как работает Рибосома и что такое синтез белка? Схематически мы можем разделить синтез белка на три этапа. Первый этап – инициация трансляции, когда Рибосома связывается с матричной РНК. В районе 5-4 конца матричной РНК находится старт-кодон, в данном случае AUG-кодон. Рибосома связывается, формирует комплекс инициации. И дальше начинается считывание информации, записанной в секвенсе матричной РНК. И записанной в виде триплетов нуклеотидов. Каждый триплет соответствует одной специфической будущей аминокислоте. И вот эта будущая аминокислота постепенно образуется в виде пептида. Рибосома синтезирует пептид в строгом соответствии к тому секвенцу, который мы имеем здесь. Доходит до стоп-кодона. Вот этот процесс синтеза называется элангацией. Он цикличный. Я о нем буду рассказывать. Затем Рибосома доходит до стоп-кодона. И после этого происходит терминация, отщепление белка, выход белка в раствор. И Рибосома может вернуться к старту. Но этот процесс называется ресайклингом. Теперь, поскольку мы структурные биологи, мы на все смотрим с механической точки зрения, мы изучаем саму Рибосому. Вот она схематически здесь представлена. Мы, грубо говоря, можем сказать, большая Рибосомная субчастица, малая Рибосомная субчастица, малая ответственность за связывание матричной РНК и корректного расположения матричной РНК, позиционирование ее. Между Рибосомными субчастицами эта область называется интерфейс, межсубчастичное пространство. В этом пространстве находятся три центра связывания транспортной РНК. A-сайт, P-сайт и E-сайт. Вот это структура транспортной РНК, которая будет связываться с Рибосомой. У нее есть антикодон, где есть триплет, который будет связываться с триплетом матричной РНК и в строгом соответствии с законом Водсона-Крика. Это я уже сказал. Я просто здесь повторюсь, что в центре связывания ТРНК этот A-сайт – это аминоцил-ТРНК, связывающий сайт, P-сайт – это пептидил-ТРНК, связывающий сайт, и E-сайт – это экзит-сайт, сайт выхода ТРНК с Рибосомой. На первом этапе, как я уже сказал, формируется центр связывания. Начало трансляции называется инициацией трансляции. В инициации трансляции, кроме Рибосомы-матрицы и транспортной РНК, инициаторной транспортной РНК, специфически связывающейся со старт-кодоном, и EG-кодоном, участвуют еще белковые факторы. Но мы их пока отбрасываем. В норме, в бактериях, три белковых фактора участвуют, а в человеческой Рибосоме до 12-15 белковых факторов участвуют в формировании вот этого комплекса. Этот момент принципиальный. И главное в бактериальной Рибосоме принципиально заключается в том, что у 3-штрих-конца 16С РНК малой Рибосомной субчастицы есть секвенс, который специфически связывается с 5-штрих-концом Матричной РНК. Этот дуплекс, который образуется, называется дуплексом по имени открывателя Шайна и Дальгарна. Но самое главное, при правильной ориентации Матричной РНК в Рибосоме ее старт-кодон строго попадает в Пи-сайтовую зону Рибосомной ТРНК, в которой будет связываться формилметиониловая ТРНК и инициаторная ТРНК. Таким образом, вся ориентация матрицы будет корректна. Представьте себе на секунду, если АУГ-кодон попадет не совсем правильно, а будет смещение в одну сторону плюс 1 или минус 1. Вы в этом случае получите полностью нонсенс. Нонсенс. Нет, бессмысленный секвенс. И белок, который будет синтезироваться, будет быть бессмысленным. В этом главная задача инициации, и она должна быть абсолютно точной. Дальше идет вот этот циклический механизм включения аминокислоты в растущий пептид. Вот здесь показана начальная ситуация, когда мы имеем рибосому в П-сайте ТРНК с растущим пептидом, а А-сайт свободен. Новая аминокислота подходит к рибосоме в виде комплекса транспортной РНК аминоциллированной формы с конкретным аминоцилом, конкретная ТРНК в комплексы с элонгационным фактором ТЮ. Это G-белок. Происходит связывание, и связывание, как я уже сказал, строго в соответствии к кодону-тикодонову взаимодействию. То есть только та ТРНК способна связаться здесь, у которой соответствующий кодон. После того, как GTP расщепляется, ТЮ-фактор уходит, и ТРНК проходит процесс аккомодации. Акомодация – это когда ТРНК, ее аминоциллированный конец поворачивается в сторону вот этой ТРНК в П-сайте, и новый аминоциллирован располагается очень близко к растущему пептиду. Этот центр рибосомы, расположенный на большой субчастице, называется пептидилтрансферазным центром по названию реакции, потому что спонтанно происходит пептидилтрансферазная реакция, и теперь вы видите, что у нас образовался уже пептид, сидящий в A-сайте, в ТРНК. А ТРНК в П-сайте оказалось доциллированным. Теперь необходимо глобальное перемещение всех этих компонентов, в общем, это большие молекулы, транспортные РНК, две транспортные РНК, матричные РНК должны передвинуться в рибосоме на триплет. Следующий триплет должен стать в A-сайте, A-сайте, вот это A-сайте, это РНК, вот это A-сайте, это РНК, должна переместиться в P-сайт, а P-сайте, это РНК, это В-сайт. Этот процесс может быть и спонтанным, но он такой медленный, но в норме, в клетке, он происходит в присутствии, катализирует этот процесс, вот этот вот белок, который называется лангогационный фактор G. Он связывается с рибосомой и помогает транслокации. После транслокации G-фактор уходит, и мы имеем, и ТРНК из E-сайта тоже уходит в раствор, и мы имеем абсолютно ту же самую ситуацию, что мы имели в самом начале. Не запудрил мозги? Значит, на самом деле это очень важная вещь, на исследовании этих всех процессов очень умные лаборатории мира потратили, скажем, лет 40, начиная с конца 50-х годов до 90-х годов. И вот в 90-х годах это все было использовано структурщиками в виде нас, которые использовали самые примитивные этапы, о которых я вам говорил, которые можно получить в кристаллической форме, я потом буду говорить об этом, чтобы можно было решить их рентгеноструктурным анализом. И таким образом мы выстроили всю схему, как она в трехмерном пространстве происходит этот процесс. Но еще не до конца, так что вопросов открытых очень много. Два слова о том, что когда рибосома доходит до терминационного кодона, в бактериях терминационных кодонов три, эти все кодоны очень важны, потому что как только рибосома доходит до этого кодона, уже не ТРНК встраивается в А-сайт, а встраивается один из терминационных факторов. И эти терминационные факторы помогают закончить процедуру. Теперь мы переходим к тому, о чем я вам сказал. Вот имели мы это все с точки зрения понимания синтеза белка. А структурно мы имели вот такую информацию. Вот у нас информация, показывающая структуру рибосомы в 80-х годах. Это сколько? 25 лет назад? Нет, 35 лет назад. Уже тогда можно было сказать, что рибосома состоящая из двух субчастиц, и каждая субчастица имеет несимметричную форму. Кроме этого, мы знали, что рибосома состоит из 50 разных белков. Эти белки различаются друг от друга. Это не такая же ситуация, как в cold protein вирусах. Это разные белки. И счастливым образом, после разработки методов сиквенса ДНК и РНК, были предсказаны структуры рибосомных РНК, самых больших РНК-молекул в клетках, будь то человек или бактерии, самые большие молекулы. Это рибосомная РНК большой рибосомной субчастицы, 23С РНК, и малой субчастицы, 16С РНК. И предсказаны вторичные структуры. Дальше началась эпоха кристаллографии. И здесь был один странный момент. Как я уже показал, что рибосомы не имеют внутренней симметрии. себе трудно представить, как это так упаковать, чтобы она получилась в виде кристаллов и помогла нам природа. Нет, у меня нет этого слайда. Я даже скажу словами. Оказалось, что рибосома кристаллизуема в стрессовых условиях. Например, если взять эмбрион, не сам эмбрион, а взять оплодотворенные яйца куриные и поместить в холодную комнату на ночь, а утром взять эти яйца, извлечь эмбрионы и посмотреть на срезах, как выглядят клетки в этих эмбрионах, оказалось, что рибосомы упакованы в регулярные слои. Это двумерные кристаллы. Это та самая ситуация, когда то же самое было обнаружено в ацитах лягушки. Когда лягушка мечет икру, и оплодотворение уже произошло, икра начинает развиваться, все равно температура на улице зимой, то есть ночью минусовая, а днем плюсовая. И вот происходит заморозка, разморозка. Как пережить это состояние? Оказывается, опять та же самая штука. есть механизмы, которые позволяют упаковывать и сохранять таким образом структуру любосомы в виде двумерных слоев. Когда это люди обнаружили, они, конечно, набросились на этот феномен и стали его раскручивать. Это в 60-е годы. И показали, что это очень воспроизводимая вещь. И пытались это использовать, но не удалось. Серьезно, пока лаборатория Ады Йонет в Макс Планк Институте совершенно другой микроорганизм взяли. Бацилус терротермофилус, это умеренный термофил, и на нем показали, что рибосома кристаллизуема. И не просто кристаллизуема, но и трехмерный кристалл можно получить. Более того, трехмерный кристалл можно исследовать, метаталл можно и патурного анализа. Собственно, прорыв вот этот принципиальные ответы на том, что можно такой громадный комплекс, как рибосома, исследовать физическими методами, методами регенно-структурного анализа. Это было показано в лаборатории Ады Йонет. Мы подсоединились к этой проблеме года через два после того, как она начала работать, после ее первых публикаций. И вот это наша уже рибосома, которую мы решили работая в Соединенных Штатах. Это рибосома, термостермофилус. У нас был экстремальный термофил термостермофилус. Он на самом деле очень напоминает Е. Колли, просто живет при 75 градусах. А так, в принципе, все у него более-менее то же самое. на 15% больше ГЦ пар в РНК, более стабильная организация. В остальном все то же самое. Можно описывать. Вот субчастицы, две получились, вот три транспортные РНК, о которых я вам рассказывал, вот матрица. Я просто хотел здесь сказать, что суммарный этнотоков, глобальный комплекс, здесь 150 тысяч атомов, и все описаны в трехмерном виде, расположены в определенной точке. Иными словами, мы получили модель или, скажем, такую машину, на которой теперь все наши знания биохимические, которые были положены до того, можно использовать для того, чтобы понять, как эта машина работает, почему она не допускает ошибок, как она умудряется переворачивать ту самую матричную информацию в структуру белка. Технически все это организовано так. Дома мы выращиваем биомассу, здесь показан наш ферментер 100-литровый, здесь мы выращиваем биомассу, потом выделяем рибосомы или рибосомные субчастицы, опять же, в лаборатории мы все это кристаллизуем, получаем кристаллы, потом едем на синхротрон, вот здесь есть тонкость. Почему вся задача решена сначала в Америке, а потом в Европе? Потому что у нас нет синхротронов в России, которые бы позволяли делать биологические исследования. Здесь была еще 20 лет назад, когда мы первые кристаллы получили, Академия наук решила, что мы решать будем совместно с французами. Вот, собственно, почему мы во Франции оказались. Потому что у Франции были синхротроны, рассчитанные для исследования биологических макромолекул. Вот так все это получилось. Ну вот, там получаются дифракционные картинки, с этими дифракционными картинками мы возвращаемся домой, и на компьютерах, которые у нас дома, мы рассчитываем структуру. И вот полученная структура долгое время никому не представляла интереса, кроме как ученикам, студентам, которые, и все это дело было опубликовано в очень известных книжках. Но в последнее время выяснилось, что оказывается, есть польза от этих знаний. Оказывается, что более 50% антибиотиков, которыми мы сегодня пользуемся, это антибиотики, мишенью которых является рибосома. Иными словами, исследуя механизм работы антибиотиков, мы можем улучшать качество антибиотиков и решать эти проблемы. Да, похоже, что у меня вообще текст на две лекции. Давайте мы сделаем так. Я очень медленно что-ли говорю или очень разжевываю то, в общем вот эта вводная часть, которую я сейчас вам рассказывал, я ее завершу, а дальше мы будем выборочно просто брать те вещи, которые я подготовил для рассказывания. Ладно? Мне кажется, что исторически тоже очень важно знать, как это все происходило, хотя происходило это в нашей лаборатории, поэтому мне это важно донести до вас тоже. Как я говорил, мы использовали рибосомы, выделенные из термофила термос термофилус, и получили первые кристаллы 30 субчастиц, малые субчастицы рибосомы, вот эти кристаллы, они были опубликованы сразу, и мы бросили эту тему, потому что мы стали работать с полной рибосомой, не с субчастицами. А две лаборатории, Ада Йонет и Венкера Макришна из Кембриджа, взяли эти кристаллы в основу, улучшили их качество, и решили структуру 30 субчастиц, за что и получили Нобелевскую премию. Вот так, что вы имеете в виду, когда вы разбраствуете с темами, когда у вас есть тема, еще непонятно, какая из них приведет к Нобелевской премии, а какая так и не приведет. А мы работали вот с этой частью, заметьте, тот же самый год, мы получили кристаллы 70-с рибосомы, и мы так и работали с этими кристаллами, пытаясь получить из них высокое разрешение. Слово разрешение понятно, да, это как резкость, вот когда мы очки носим, вот так вы мутненькие, а так вы все очень хорошо, я вас вижу. Вот это приблизительно так, то же самое, это когда разрешение 6 ангстрем, это мутненькие, там интерпретация на уровне атомов невозможна. Когда мы работаем на уровне 3,5-4 ангстрем, мы на молекулярном уровне можем описывать то, что мы видим. Но когда мы спускаемся до 2,8-3 ангстрем, здесь мы каждый атом видим. кроме водородов, конечно, в общем, основные атомы мы видим. Вот этот процесс занял приблизительно 80, что, 20 лет, да? и вот поэтому все эти вещи очень длительные. Когда мы нашему сыну, мы оба с женой вместе работаем всю свою жизнь, когда он стоял перед выбором, куда пойти учиться, мы ему говорим, может, все-таки в науку, смотри, как все интересно, какие успехи можно получить. так долго ждать, я не могу. Вот это тот самый пример. Это очень длительные процессы. Здесь нужно, конечно, очень много терпения надо иметь, чтобы оказаться... Ну, вот. Я просто для того, чтобы просуммировать все, что я вам сказал. Вот здесь вы видите структуру рибосомы. Вот это атомарная модель рибосомы, которую вы можете даунгладировать сегодня из Protein Data Bank. И с этим сейчас работают все, ну, все, кто интересуется белковым синтезом, они работают вот с такого рода моделями. Модель, конечно, громадная, как я уже сказал. Она содержит очень много атомов, но для того, чтобы понять, из чего она состоит, вот я вам говорил, что в основе рибосомы лежит компактность структура рибосомная РНК, она вся серая здесь, да, и 50 индивидуальных белков, которые работают в виде связок, структурных таких элементов, которые помогают в работе рибосомы. Внутри, между рибосомными субчастицами, находятся три транспортные РНК, и вот это фрагмент матричной РНК, который я вам говорил, который связывается с малорибосомной субчастицей, вот они в три ТРНК здесь располагаются. Конечно, когда у вас в руках уже все так расписано, вы можете все раскладывать на индивидуальные компоненты, вплоть до атомов, изучать конкретные процессы, и вот я сейчас попытаюсь вам привести примеры, которые покажут, как это все можно использовать. Здесь я, ребята, буду уж проскакивать, ладно, вы меня извините. Как-нибудь в другой раз. Так, вот. Значит, как я уже сказал, что более или около 50% современных антибиотиков, которые, вообще, антибиотики, с которыми мы сегодня имеем дело, что мы пьем, когда простужаемся, я немножко простывший, я чай, пью, тоже надеюсь, что там есть какие-то полезные вещи. Все антибиотики натуральные, их не люди придумали, их выделили, выделили из каких-то организмов, у которых есть защита против этих метаболитов, а они оказались очень вредными против, например, бактерий, и тогда они используются в виде антибиотиков, и когда люди стали изучать, а куда же, какой же процесс, какой механизм работы клетки бактериальной нарушается, выяснилось, что более 50% случаев это белоксинтезирующий аппарат клетки. Вот здесь эллингационный цикл, о котором я вам рассказывал. здесь связывание ТРНК, это формирование пептидной связи, это процесс транслокации, вот это связывание G-фактора, я так напоминаю вам просто то, что я вам рассказал. Теперь смотрите, на каждом этапе есть группа антибиотиков, которые связываются и нарушают процесс синтеза белка. Одна маленькая молекула может связаться с важным центром рибосомы и остановить весь процесс биосинтеза белка. Вот так, для примера, но не только с рибосомой, есть антибиотики, например, вот, фусидовая кислота. Когда вы порезали палец, вы идете в аптеку, покупаете там антибиотиковая мазь. Сталкивались, нет? Наверное, сталкивались. Мажете и у вас нет нарыва. Так это вот та самая фусидовая кислота. Та самая фусидовая кислота, которая связывается с элонгационным фактором G. Этот элонгационный фактор G не может связаться с рибосомой, не происходит транслокации, нарушается вся система, бактерия умирает, поэтому у вас нет нарыва, а не потому, что вы сходили в аптеку и купили мазь. Ну, это так. В общем, понятно, чтобы приземлиться. В общем-то, мы на земле живем. Все это для того и разрабатывается, для того, чтобы понять, как работают антибиотики. Оказалось, что антибиотики, действуя на рибосому, действуют не абы где, а только на функциональные центры рибосомы. Вот три основных функциональных центра. Декодинг-центр, о котором я говорил, там, где триплет, кодон-антикодоновое взаимодействие между транспортной РНК и матричной РНК. Пептидилтрансферазный центр на большой субчастице, там, где две, там, где происходит пептидная связь между вновь пришедшей аминкислотой и ТРНК. И далее еще есть канал пептидный через все тело большой субчастицы, пептидный канал с выходом белка наружу. Когда стали решать структуры с помощью регеноструктурного анализа стали решать структуры рибосомы с антибиотиками, выяснилось, что они группируются прежде всего на внутренней части рибосомных субчастиц, на малой субчастице в районе матричной РНК и центров связывания транспортной РНК в А-сайте и в ПИ-сайте. Вот посмотрите, здесь очень известные антибиотики тетрациклин, косугамицин, стрептомицин, аминогликозиды. То есть, это, в общем, известные антибиотики, которые ингибируют работу рибосомы, связываясь в этой области. Другая группа антибиотиков связывается в пептидил. Это срез большой рибосомной субчастицы с транспортной РНК, вот она, транспортная РНК, и пептид, растущий через толщу всей рибосомной субчастицы. Оказалось, что они группируются в районе пептидил трансферазного центра и начала пептидного канала. Сейчас посмотрим фильм, как антибиотики действуют. Вот инициаторный комплекс, о котором я говорил. Образовался комплекс, две рибосомы собрались, значит, вот эта матричная РНК входит на рибосому, а эта транспортная РНК одна за другой поступает в рибосому и приносит в нее новую аминокислоту. Вы видите, что каждая транспортная РНК имеет свою аминокислоту, связываются они здесь в соответствии с матричной, в соответствии с тем триплетом, который находится в матрице, а здесь мы видим растущий пептид. Это симплифицированная модель работы рибосомы или вообще синтеза белка. Если в среде появляется маленькая молекула под названием тетрациклин, аминокислот, антибиотик, он связывается в декодирующем сайте рибосомы. Вот его центр связывания. И как вы видите, в присутствии тетрациклина новая ТРНК не может связаться. Вот эта маленькая молекула блокирует место связывания новой ТРНК, потому что у них одно и то же место. И за счет этого блокирования останавливается весь процесс синтеза белка, иными словами, таким образом убивается бактериальная клетка. Тетрациклин еще давно был найден и выяснилось, что он не очень-то эффективный антибиотик. У него эффективность связывания с рибосомой не очень высокая. Нужно давать большие концентрации для того, чтобы убить бактерии, возникают побочные эффекты и прочее. В общем, нужно было улучшить эффективность работы этого тетрациклина. И фармакологические компании этим активно занимались. Вот эта молекула тетрациклина и разработали новый тип тетрациклина, который называется TG-cycling. Как вы видите, у него абсолютно та же основа, но введена дополнительная химическая модификация. И эффективность работы этого нового тетрациклина на порядке выше, чем у исходного тетрациклина. Поэтому, если вы сегодня покупаете в магазине тетрациклин, он будет тежесаклен. Вы выяснили почему. Потому что появилось дополнительное связывание стекинг-образований вот с этим нуклеотидом C10-54 за счет вот этой вот группы. И это нам позволило обосновать эффективность работы нового тетрациклина. Это просто вам показано, какая малая доля рибосомы, малая доля структуры участвует в ингибировании этого процесса. Сама рибосома громадная, а нарушения происходят очень-очень локально. И эта локальность уже достаточно для того, чтобы все разрулить. У меня осталось 10 минут. Я так... Больше нет? Сколько? Час 30? А что вы меня не предупредили? А я уже пробежал по всем этим. Я думал 50 минут. Ну ладно. Тогда буду медленно говорить. Так. Вторая часть моего рассказа посвящена нашим последним работам. Это... Эти работы были сделаны на дрожжах. Значит, как вы знаете, дрожжи одна из самых таких распространенных лабораторных моделей. Если про бактериальную рибосому про бактериальную систему можно сказать, что самая распространенная модель это Е. Коли, то как бы у высших организмов самая распространенная модель это дрожжи. Ну, лабораторная модель. Поэтому генетика громадная сделана на этих моделях. Вообще много чего известно. Но сегодня, в сегодняшних исследованиях люди стараются работать, конечно, на человеческих системах, на человеческих клеточных линиях, чтобы понять, как у нас все происходит. Не просто на дрожжах. Дрожжи все-таки очень примитивны, хотя и относительно бактерий высокоразвитая система. В большинстве лабораторий, с которыми мне приходилось сталкиваться, те, кто работают с человеческими линиями клеток, у них есть всегда дрожжевая система в лаборатории. То есть, люди работают таким образом, они как бы сравнивают все время две системы. Дрожжевая система позволяет видеть, упрощенно позволяет уже видеть все процессы, а потом эти процессы моделируются на человеческой системе, чтобы уж утвердить, что действительно все так происходит. Потому что, как ни странно, дрожжи и человек на клеточном уровне очень близки. Я вам покажу, как это выглядит на рибосомах. Вот. В этом случае нам посчастливилось. Мы единственная группа в мире, которая первая и единственная на сегодняшний день, которые решили структуру юкариотической рибосомы на высоком уровне первыми. Вот. Мы решили на трехэкстремном разрешении. И все сегодня, что используется в мире по юкариотическим системам в структурной биологии рибосомы, это, в общем, базируется на вот этих исследованиях. Теперь давайте сравним, чем отличается бактериальная система от дрожжевой системы. Значит, опять, вот это вот синтез белка, вот это вот процесс элангации. Здесь вот обозначена инициация, процесс инициации, и вот это терминация и ресайклинг. И там, и там участвуют различные белковые факторы, которые помогают в синтезе белка. Как я уже говорил, в инициации три белковых фактора участвуют в бактериальной системе. И потом вот еще в терминации, здесь еще один, еще два в терминации и один в ресайклинге. если сравнить это же самое с юкариотической системой, я буду обобщислять юкариотическую систему, имея в виду и человеческую систему, и дрожжевую систему. Когда мы видим разницу, я буду об этом говорить. Но, в принципе, это очень близкие вещи. инициаторный процесс, инициация трансляции в юкариотической системе, здесь участвуют уже не три фактора, а, как я уже говорил, 12-15 факторов. Затем идет довольно сложный процесс терминации и довольно сложный процесс ресайклинга. Я не буду на этом останавливаться, там тоже участвуют несколько очень специфических факторов. Но, как вы видите, элангация очень близка друг к другу. То есть, включение одной следующей аминокислоты в синтезирующийся пилок всегда один и тот же. Даже если факторы имеют разные названия, они всегда аналогичны, они очень похожи. Может быть, они, по крайней мере, структурно похожи, но уж точно они очень похожи функционально. То есть процесс элангации идентичен. Это говорит о том, что мы недалеко от бактерий ушли с точки зрения развития синтеза. Почему усложнены процессы инициации, терминации и ресайклинга, а в этом до сих пор никто толком не может сказать. Почему такая сложность нужна была в организации юкариотических систем? Зато это интересно, дает возможность исследователям хорошо публиковаться. область. Это такая область. Ну вот, мы сравнили структуру рибосомы, то, что мы решили, структуру рибосомы бактериальная и структуру рибосомы дрожжевую. Вы видите молекулярный вес, разница молекулярного веса бактериальной рибосомы и дрожжевой приблизительно 1 миллион дальтон. То есть 1 миллион дальтон прибавился. теперь, если сравнить дрожжевую рибосому с человеческой рибосомой, то тоже 1 миллион дальтон. Вот это 1 миллион дальтон добавляется иронковыми фрагментами, которые до сих пор не интерпретированы, никто толком не знает их функцию, и они находятся на внешней части рибосомы. Какая их функция? Ну, предполагается, что, наверное, в регуляторных процессах это имеет какое-то значение. содержание белков здесь, как я говорил, 50 индивидуальных белков, а в дрожжевой рибосоме уже 80 индивидуальных белков. Если сравнить белки дрожжевые и человеческие, то здесь прибавился только 1 белок, 81 белок в человеческой рибосоме. То есть практически нет разницы. Более того, когда сегодня структура человеческой рибосомы решена только кривоэлектронно-микроскопическим методом, но вся интерпретация сделана на базе вот этой рибосомы, решенной дрожжевым оплем. То есть ее просто взяли и перенесли сюда. Ну и, соответственно, пронумеровали, так как это надо было сделать для человеческой рибосомы. Вот такого рода знания структурные на сегодняшний день существуют. Но более конкретно вам покажу, в чем отличие между дрожжевой и бактериальной рибосомой. Вот структура большой рибосомной РНК и малой рибосомной РНК. Видите, красным цветом обозначены фрагменты удлинения рибосомной РНК. Называются expansion segments. Вот эти сегменты удлинения. Если говорить о рибосомных белках, то оказалось, что общих рибосомных белков практически идентичных что в человеке, что в бактериях, 34. Но есть специфические белки. 20 белков в бактериях специфических и 45 белков у юкариот специфические. Почему они стали специфичнее? Это вопрос открытый до сих пор. Наука бесконечна. Можем мы это решать долго. Когда мы посмотрели на expansion сегменты РНК, рибосомы, видите, они все расположены на внешней части рибосомы. А коровая часть, и особенно вот этот интерфейс, там, где вся рибосомная функция имеет место, здесь нет никаких дополнительных фрагментов. Еще просто если показать на индивидуальных рибосомных белках, новые рибосомные белки красным изображены, а старые консервативные части все желтые. Например, вот есть белок абсолютно идентичный в бактериях и в человеке, или вот эти вот два. Но есть белки, у которых есть коровая часть идентичная, но у них еще есть какая-то добавка. В общем, таких вопросов существует, наверное, сотни, может быть, больше, на которые, конечно же, молодым исследователям предстоит отвечать на эти вопросы. Не очень понятно, зачем нужны эти дополнительные элементы на рибосоме. Почему эволюция идет путем усложнения? Мне кажется, что рибосома бактериальная вполне хорошо работала и без того. Зачем надо было превращать ее в дрожжевую, потом еще и в человеческую, еще больше и более сложную, еще и укрепнение происходит. Непонятно. Это не значит, что это неверно. Скорее всего, все это верно, просто надо ответить на эти вопросы. Вот если просуммировать все дополнительные элементы в дрожжевой рибосоме относительно элементов бактериальной рибосомы, то вы видите, что серым бактериальная рибосома изображена здесь, то видите, что в принципиальных местах, как пептидил трансферазный центр, или декодинг центр, вроде бы структура идентична. Теперь давайте ответим на вопрос, а как работает антибиотик? Антибиотик же связывается, я же вам показывал, он же связывается именно по этим самым центрам. Вот мы выпиваем антибиотик. У нас рибосома вот такая, у бактериальной серая, да, приходит антибиотик. И каким-то образом бактерию убивает, а нас нет. В общем, вопрос висит в воздухе, никто на этот вопрос целиком ответить не может, вот этим, мы этим и занимаемся, мы пытаемся понять, а в чем же вообще разница, каким образом, каким образом, вот эта маленькая молекула, каким-то образом, умудряется увидеть разницу между двумя типами рибосом, на одну действовать, на другую не совсем. Вот почему если антибиотик пить слишком много, то нам становится худо, потому что при больших концентрациях антибиотик начинает действовать и на нас тоже. И, в общем, тот самый побочный эффект, с которым все медики, все фармакологи борются. И если эффективность работы и специфичность работы антибиотика высока, то и можно меньшими долями достичь того же результата. Ну, собственно, вот в этом современная фармакология вот в этом варится. Они берут за основу известные антибиотики и их всячески модифицируют таким образом, чтобы они улучшили свою работу по отношению к человеку, чтобы человека сильно не задевать, а бактерии, особенно специфические страшные бактерии, убивались. Вот Искандер вам завтра расклад завтра из таких бактерий, на которые мы положили глаз. Так вот, а мы задались другим вопросом. Мы, поскольку у нас теперь другая система есть, у нас есть юкариотическая система, и мы знаем, что есть юкариотические ингибиторы, которые убивают юкариотическую ревосону, но не убивают бактериальную. И, имея такую систему, мы стали сравнивать, а почему это происходит? Во-первых, о пользе. Для чего исследуются ингибиторы юкариотических систем? Во-первых, это аналог антибиотиков. Можно на основании ингибирования рибосомы юкариот разработать такие ингибиторы, которые будут специфически убивать юкариотические патогены. А юкариотических патогенов не меньше, чем бактериальных. Мы же все от этого страдаем. Там и дизентерия, и малярия, и трепанозома, и муха ЦЦ укусила. Это все юкариотические патогены, и против них особенных-то лекарств нет. Но, тем не менее, люди эмпирически как-то подбирают. Вот, например, для трепанозома используются уже в Южной Америке ингибиторы рибосомные, которые помогают бороться с трепанозомой. Оказалось, есть еще один эффект у ингибиторов рибосомы. Оказывается, среди них есть антиканцер драги. Это основано на таком эффекте, что оказывается канцерные клетки обладают гипертрофированной белоксинтезирующей системой. значительно больше, эффективнее, как сказать, активнее работает в белоксинтезирующей системе, работает в раковых клетках по сравнению с нормальными клетками. И если при конкуренции обрабатывать рибосомным ингибитором такую смесь, то первое действие оказывается на активную часть, то есть на канцер клетки. И тем самым канцер клетки подавляются, и нормальные клетки становятся конкурентными. И вот на этом фоне уже существует по крайней мере один драг, амцетоксин, который используется для борьбы с мейломой, с одним из методов, с одним из типов лейкемии. И это не единственный пример. Этот пример я привел только потому, что в Соединенных Штатах этот ингибитор уже утвержден, и он используется в госпиталях для борьбы с этим видом лейкемии. А пример здесь в виде картинки приведен, как это все доказывалось на мышах. Ну, понятно, что мыши это модельные системы, куда вводят, куда искусственно создают канцерную опухоль, а потом эту опухоль постепенно убивают с помощью этого рибосомного ингибитора. И третья очень важная область, это область, которая называется genetic disorders или по-другому еще red fruit premature stock corns. Сейчас объясню, что это такое. В матричной РНК иногда возникает мутация, в мутации возникает ДНК, но в итоге в матричной РНК мы можем получить ситуацию, где в середине гена оказывается стопкодон. Если в середине гена оказался стопкодон, то это означает, что рибосома, синтезируя белок, доходит до стопкодона и здесь абортирует. То есть происходит остановка выбрасывания пептида. Таким образом, мы не можем получить конечный продукт и оказалось вообще таких болезней очень много. Это 15, не 15, пардон, 11% генетических заболеваний сегодня обусловлены вот таким механизмом. Люди придумали следующий подход. Можно обрабатывать рибосому нашу человеческого организма таким ингибитором, который будет заставлять рибосому делать ошибки. Ну, немного, чуть-чуть. И этого чуть-чуть достаточно, чтобы проходя стопкодон, рибосома ошиблась и вместо стопа распознала это как ТРНКовый кодон и включила туда ТРНК с новой аминокислотой. Конечно, в итоге мы получим не абсолютную проб белковую молекулу, она будет с мутацией. Но эта единичная аминокислотная мутация все-таки не нарушит полностью работу вот этого белка, скажем, это фермент какой-то, да, и этот фермент позволит человеку выжить. Вот и все. На этом базируется подход, который сейчас, сегодня очень широко разрабатывается в мире как способ борьбы с генетическими болезнями. Ну, по крайней мере, теми болезнями, о которых я вам сказал. Вот это вот, то, что называется приматуре стопкодон редфру. Редфру значит проскакивание вот этого самого ненормального стопкодона. Ну вот, значит, что сделали мы? Имея такую модель, как рибосома дрожжей, мы проанализировали, мы собрали, ну, мы больше собрали, но позитивно, скажем, собрали 16 видов ингибиторов, ну, с разных банков химических, фармакологических банков мира, зная заранее, что это ингибиторы белоксинтезирующего аппарата клетки. И среди них, которые мы анализировали, 16 оказались ингибиторами работы рибосомы. И мы показали места их связывания с рибосомой, откуда спекулятивно уже можно рассуждать об их функции, как они ингибируют работу рибосомы. Из этих 16, 12 оказалось специфических для юкариот, то есть они ингибируют юкариотическую рибосому, но не ингибируют бактериальную. Вот они как располагаются, эти ингибиторы. И если увеличить и посмотреть вот три транспортные РНК в рибосоме A-site, P-site, E-site, видите, где находятся центры связывания этих ингибиторов. Один находится в районе декодинг-центра, так же, как и антибиотики, я вам рассказывал. Два других находятся в районе связывания ТРНК и матрицы. 12 из них находятся в районе пептидил-трансферазного центра. И вот три новых совершенно, того, что не было у бактерий, мы не видели никогда, они связываются в районе ЦЦа-конца и сайтовой ТРНК. Можно предположить, уже, просто изучая вот эту таблицу, можно предположить, как эти ингибиторы действуют. Значит, эти ингибиторы блокируют перемещение ТРНК из P-site ТВ-site. Нельзя в их присутствии перевести. Значит, они блокируют транслокацию. Эти ингибиторы блокируют образование пептидной связи. Или, ну да, образование пептидной связи, или процесс аккомодации ТРНК, когда ТРНК входит в пептидил-трансферазный центр для правильной ориентации. Вот эти вот, скорее всего, блокируют, опять же, перемещение матрицы и ТРНК. А этот, ну как-то трациклин, скорее всего, мешает связыванию ТРНК при посадке на либосон. Вот таким образом можно интерпретировать, как они работают. И поскольку мы решили все это с высоким разрешением, мне бы хотелось просто показать, как мы описываем такие вещи и что мы можем видеть, ну, опять же, как мы можем спекулировать вокруг этого. Значит, если среди вас есть люди, которые работали когда-либо с белоксинтезирующим аппаратом клетки, юкариотической клетки, вы, наверное, знаете слой циклогексимид. Нет? Есть. О, есть. Вот. Циклогексимид. Циклогексимид – это классический ингибитор юкариотического белоксинтезирующего аппарата. Классический настолько, что, ну, я не знаю, в общем, он во всех учебниках в самом начале описан, что он действует на юкариотическую систему. Интересно, что он не действует на бактериальную систему. вот мы его описали. Вот его центр связывания. Мы показали, как он связывается. Все его взаимодействия, которые существуют, да, кстати, связывается он, как я уже показал на предыдущем слайде, связывается он в и-сайте, да, вот в этом вот сайте выхода ТРНК с рибосомы. Ближайший белок, который находится и не взаимодействует с циклогексимидом, находится рядом с ним, рядом с центром связывания, вот этим пакетом связывания циклогексимиды. Этот белок, 44-й, специфический для юкариот. Есть еще сородич циклогексимида, это локтимидомицин, он тоже связывается вот в этой области, у него еще есть такая большая группа, но она совершенно не мешает, потому что центр связываний более-менее одинаковый. Задаемся вопросом, почему циклогексимид не связывается с бактериальной рибосомой и накладываем две структуры друг на друга, структура юкариотической рибосомы и прокариотической рибосомы. В юкариотической рибосоме в этой области как я уже говорил, находится белок специфический для юкариот, а в бактериальной рибосоме этого белка нет, зато здесь есть громадный и ромковый стем-луп, который упирается в центр связывания циклогексимида. И, конечно, в этой структуре циклогексимид никогда не может связаться. Вот, собственно, и объяснение той самой специфичности, о которой мы с вами говорили. Я еще вернусь, если у меня есть этот слайд, я вам покажу еще оригинальную одну вещь, ну, тоже связанную с этим антибиотикам. Среди анализируемых антибиотиков самая большая группа антибиотиков это антибиотики, связывающиеся с пептидилотрансферазным центром. Оказалось, что один из них, бластитидин, связывается в пи-сайтовой зоне пептидилотрансферазного центра. То есть здесь пи-ТРНК, да, и здесь растущий пептид. А здесь эй-ТРНК. И вот все специфические для юкариот, вот они, все связываются в этой зоне. Ну, сейчас я вам покажу преимущество объяснения, которое у нас есть. Вот мы берем один из этих ингибиторов, который называется Т2-токсин. И как вы видите, если он связан на рибосоме, то ТРНК с аминоцилом фениланин в данном случае, да, не может связаться. Таким образом происходит стерический, опять, принцип тот же самый, стереохимия, да, но они не могут одновременно сесть в эту область. Тогда давайте посмотрим, а в чем же разница между дрожжевой рибосомой и бактериальной рибосомой, почему в одном случае может сесть такой ингибитор на рибосом, а в другом случае не может. Если посмотреть на центр связывания, здесь абсолютно идентичные нуклеотиды, и здесь урацил, и здесь урацил, и здесь цитазин, и здесь цитазин, но их расположение разное. У дрожжей открытое расположение, позволяющее связываться этому ингибитору, а у бактерий почему-то закрытое. Наше объяснение такое, это может произойти только потому, что во втором слое есть разные нуклеотиды, здесь вот есть замещение аденозин на цитазин, и только за счет того, что этот аденозин и цитазин как бы измененная структура, поэтому и этот слой нуклеотидов тоже различается. Я этот пример привел только лишь для того, чтобы показать уровень интерпретации. То есть, хотя мы исследуем макромолекулярный комплекс с таким громадным количеством атомов, с таким громадным количеством молекул, 80 только белков, и это только половина массы, там старовенная часть рибосонной ранки. А интерпретация, которую мы делаем, на очень химическом уровне, позиции нуклеотидов, там, расстояние между аминокислотами, насколько это взаимодействует, и только этот уровень позволяет нам определить, почему вдруг антибиотик способен умертвить бактерию и не затронуть наш организм. Возвращаясь опять, при первом приближении мы же видим, что они одинаковы, вроде организованы одинаково, и здесь даже идентичные нуклеотиды, но их позиции разные.